В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Территорию оцепили и посторонних не пускают к дому, где произошло зверское нападение на семью Вашуркина. По предварительным данным, нападавших было трое. Они уже находились в доме полицейского, когда Дмитрий и Екатерина Вашуркина вернулись домой и напали на них. Жена полицейского скончалась на месте от рубленной раны головы. Муж от ударов потерял сознание, но утром пришел в себя и сам вызвал полицию. На месте происшествия находится начальник главного управления МВД России по Самарской области и следственно-оперативная группа. По оказанию министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева, для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России. Местные жители потрясены. Подобных преступлений Смышляевка еще не знала. Самая тихая у нас местность. Поэтому я все уже выросла здесь. Дети мои здесь выросли. Никогда такого не было. Расследование этого громкого уголовного дела взял на себя Следственный комитет России. В настоящее время следователи продолжают собирать улики и опрашивать население. Пока версий много. От случайного грабежа до покушения на Вашуркина. В шоке и коллеги Екатерины Вашуркины. В техническом университете повсюду ее фотографии. Здесь не могут поверить, что этой жизнерадостной женщины больше нет. Ну вот кабинет Катерины. Здесь она работала исполняя обязанности заместителя декана. Вот на данный момент здесь не увалено все документами, все чисто, потому что она собиралась в командировку. Все прибрано. Перед отъездом полила цветы. Оставила записку. Сегодня Екатерина должна была находиться в Петербурге. По работе. Коллеги были знакомы с ее супругом. Говорят, ни о каких угрозах в адрес семьи Вашуркиных от Екатерины не слышали. Мы разговаривали только на бытовые темы. И о каких-то вот событиях, связанных со службой мужа, мы никогда этого не касались. Екатерина о мужа отзывалась только уважительно. То есть никаких таких вот видимых проблем, которые могли бы коллегам быть видны, никогда не было. Это веселая, симпатичная девушка. Никогда ни с кем у нее не было конфликтов никаких. Все к ней отлично относились на кафедре. Поэтому для нас это, конечно, шок. Нападение на семью Вашуркиных – это уже второй за год покушения на полицейских и их родственников. В апреле также в собственном доме был убит экс-глава Сызранской полиции Андрей Гошт и пятеро членов его семьи. Подозреваемых в нападении на семью Вашуркиных арестовали уже в пятницу. Меру пресечения избрали в Волжском районном суде. Даниил Елтышев, Андрей Пермяков, Виталий Яранкин, Эрнст Яцуненко и Кристина Чистякова будут под стражей до 11 февраля. Делом занимаются московские следователи. Первоначально говорили о том, что преступники проникли в дом жертв и поджидали их там. Затем силовики выдвинули другую версию. Злоумышленники, встретив потерпевших в магазине, осуществили за ними наблюдение с целью завладения их имуществом. После чего завладели тремя золотыми цепочками и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег, которые принадлежали потерпевшим и скрылись. В настоящее время врачи оценивают состояние раненого полицейского как стабильно тяжелое. На окраине Самары сотрудники ФСБ провели спецоперацию. Изъято самодельное взрывное устройство. Задержаны двое человек, которые могут быть причастны к террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Выходцы из Среднеазиатских республик, одному 24 года, второму 21, работали экспедитором и сборщиком мебели. По оперативным данным, они помогали землякам обосноваться в России. Предположительно, в ИГИЛах завербовал один из мигрантов. При обыске в квартире задержанных нашли самодельную взрывчатку мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Что это такое здесь? А? Что за механизм? Предположительно, взрывчатку мужчины собрали по инструкции своего вербовщика из веществ и предметов, находящихся в свободном доступе. Бомбу сделали на основе селитры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Будучи в тюрьме, оказался на скамье подсудимых. В Самаре началось судебное следствие по делу Владимира Квачкова. Отставной полковник ГРУ сейчас отбывает наказание в Мордовской колонии за подготовку вооруженного мятежа. Тем не менее, это не помешало ему выложить в интернет обращение, в котором эксперты усмотрели призывы к терроризму. Репортаж из зала суда. Первыми в зал суда заходят сподвижники Владимира Квачкова. Вскоре заводят и его самого. Журналистов на заседание не пускают. Снимать разрешено только в перерывах. В марте прошлого года Квачков, находясь в Мордовской колонии, записал обращение и выложил его в интернет. По мнению экспертов, в нем содержатся призывы к терроризму. Сегодня в Приволжском окружном суде «Аншлаг» все эти люди пришли на заседание по делу Владимира Квачкова. Они считают, в убеждениях прав ни в чем не виновен. Хотя ролик, который фигурирует в деле, практически никто из них не видел. Вы видели этот ролик? Нет, я не видела его. Я не могу судить юридически. Я могу только божественно судить. Божественно он прав. Потому что он за родину. Но методы, может быть, не те. Полковник Владимир Квачков уже три года отбывает наказание в одной из тюрем Мордовии. Его посадили за подготовку вооруженного мятежа. Скандальную известность отставной военный получил в 2005-м, когда стал фигурантом дела об организации покушения на Анатолия Чубайса. Видео, созданное в тюрьме, выпущено к десятилетию этого события. В нем Квачков говорит о так называемом национальном освобождении. Выводы экспертов как раз признали в действиях его, соответственно, осуществление вот этих призывов к осуществлению террористической деятельности. Обвинение основано на выводах специалистов, а именно экспертов. Вину Владимир Квачков не признает. Вы признаете, что предусмотрено? Нет, конечно. Нет вины. Я считаю, что обвинение вынуто, не обосновано, что в действиях моего подзащитного состава преступления не имеется. А идет политический процесс с тем, чтобы не выпустить моего подзащитного из рамок системы исполнения наказания. Хватает ли доказательств, еще предстоит выяснить. В случае, если вину докажут, санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Почти 20 тонн яблок были изъяты на подъезде к овощной базе в Самаре. Две фуры с контрафактной продукцией задержали сотрудники Самарской таможни, ГИБДД и областного Россельхознадзора во время очередной совместной операции. Фрукты везли на продажу из Польши. Польские яблоки входят в перечень сельхозпродукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Контрафакт в итоге не поступил на полки самарских магазинов, а оказался на специальном полигоне, где его и уничтожили. Попавшую под эмбарго продукцию Самарская таможня находит не впервые. Только в этом году уже было уничтожено около 70 тонн санкционных продуктов. Это не первый случай. Обнаруживается данная продукция, которая запрещена к ввозу, и, соответственно, потом к этой продукции определенные меры предпринимаются. Если говорить о сельскохозяйственной продукции, которая запрещена к ввозу в соответствии с указом президента и постановлениями правительства, то это в основном яблоки, черешни, персики. Почти три тысячи охотничьих ружей и пистолетов в этом году изъяли у жителей региона. В основном за неправильное хранение. К владельцам гражданского оружия сотрудники управления Росгвардии регулярно приходят с проверкой. Даже если с ружьем сто лет назад ходили на охоту немецкие дворяне, и оно больше никогда не выстрелит, храниться оно должно в полном соответствии с законом. Как и где, расскажем в нашем сюжете. В этом сейфе настоящая история. Самое старшее ружье относится ко второй половине 19 века. По закону я могу находиться рядом с открытым сейфом только в присутствии владельца оружия. И неважно, стреляют из этих ружей или нет, храниться оно должно по правилам. Коллекция старинных ружей досталась Евгению от отца, заядлого охотника. Здесь экземпляры немецкие, русские, французские, бельгийские. Их почти два десятка. На звери с этим оружием давно никто не ходит, говорит Евгений. Оно рассчитано на дымный порох. Современные патроны его только испортят. За своим сокровищем мужчина тщательно ухаживает. И главное, правильно его хранит. Где лежит ключ от сейфа, знает только он один. Сейф всегда заперт на ключ, без вариантов. Дома всегда кто-нибудь находится. Если в силу определенных обстоятельств дома никого нет, хотя это крайне редко бывает, стоит сигнализация. Если что-нибудь случается, то сюда приезжает очень оперативно наряд из управления вне ведомственной охраны. Всего в регионе около 85 тысяч владельцев гражданского оружия. На хранение у них почти 150 тысяч травматических и спортивных пистолетов, охотничьих ружей. Сотрудники управления Росгвардии приходят к ним с проверкой минимум раз в год. По правилам, оружие должно храниться в металлическом шкафу в разряженном виде. Доступ обязательно только у владельца. Патроны тоже нужно держать в сейфе. Иначе нарушение, которое влечет за собой штрафы и временную конфискацию. Это касается и соблюдения сроков, на которые выдана лицензия. Гражданин обязан не менее чем за месяц обратиться в подразделение лицензионной разрешительной работы для продления соответствующего разрешения. В случае нарушения сроков продления разрешения, когда гражданин своевременно не сдал, гражданин применяются уже более жесткие виды административных наказаний, накладываются штрафы, оружие изымается. По закону, чтобы получить разрешение на покупку и хранение оружия, будущему владельцу необходимо получить справку от психиатра и нарколога. Ружье или пистолет обязательно нужно зарегистрировать. В таком случае, как с Евгением, необходимо иметь лицензию на коллекционирование. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова